Я прошел специализацию по анестезиологии и реаниматологии в 62-й интернатуре Ленинградского военного округа. Направили меня на север, на крайний север, в Печенгу. Там небольшой госпиталек был, который был забыт со времен Великой Отечественной войны, но он продолжал функционировать. Когда направляли, мой учитель Юрий Васильевич Горовой спросил, ну, Константин, если куда-то надо будет ехать в тот же Афганистан, я сказал, Юрий Васильевич, куда скажете, туда и поеду. Через два года позвонил тот же Горовой, говорит, в Афганистан замена, заменишь товарища, с которым учился ты вместе в одной группе. Я говорю, не вопрос, я согласен. Я был холостяк, свободный от всего, то собрался и поехал. Меня пригласили в Академию наук. Потом на меня вышел Комитет Государственной Безопасности, проходил учебу в диверсионно-разведывательной школе, курсы в совершенствовании оперативного состава. И так как я шел первый по распределению, по знаниям языка и по разведывательной подготовке, меня направили в Афганистан для изучения обстановки. Для меня это было почетом, потому что мало кому доверяли эти вещи. А я тут белорус, который с глухой деревни приехал. Закончил экстерном военное училище Свердловское танко-артиллерийское, а в 81 году, закончив Академию Ленина в Москве, меня назначили в Афганистан по замене. Утро начинает сразу раз и светло. Подходит время вечером раз, сразу темно. К этому надо привыкнуть. Где-то в 10 часов начинается ветер и пошли вот эти песчаные бури и так далее. Это все надо было посмотреть и увидеть. Так что довольно сложно на первых порах, но потом адаптируешься уже нормально. И поэтому вот когда приходили солдаты по призыву, когда менялись офицеры-прапорщики, которые приходили по замене, мы им рассказывали, как нужно первое время адаптироваться, как нужно себя вести в напорных пунктах, в том числе в боевой обстановке, чтобы не было паники. Ну, в любом случае, главная задача была сберечь наших людей. А когда мы приземлились, конечно, неизвестная страна, везут все темно. Нас везли на виллу, на вилле нас разместили, каждый получил свое задание, там возле окон разместили, где кто спать должен был. Ну, первое впечатление, понимаете, страна очень грязная, забитый. Народ там закупали, ездили на базар. Что там можно было купить? Говядину в основном, они же свинину не едят. Умудрялись таким образом, когда уже потом обжились немножко, этикетки из свинины, допустим, снимали и туда говяжьи этикетки размещали. И афганцев угощали, особенно сотрудникам органов государственной безопасности, ну, потому что и они с удовольствием это употребляли и говорили, о, какое хорошее, никогда не пробовали такое. И детей угощали там, и жителей, чтобы войти в доверие к кому-то, надо первоначально установить было контакт, особенно с населением, потому что они, ну, воспринимали, хотя мы ходили в их одеянии и все остальное, но они, естественно, на некоторых отличали. Я так был и с бородой, и с усами, я похож внешне был на афганца, там, или таджика, или на еще какого-то, так сказать, из их национальностей. Оно немножко неожиданно, это вот был Гиришк, значит, опорный пункт батальона нашего танкового, и решили напасть вот эти душманы. начали стрелять, ну, мы выскочили, заняли места, и вот это на первых порах, знаете, как-то, ну, стреляют, и ты вроде стреляешь, а потом приходит осознание, и приходит осознание, что если бы не ты, так тебя могли убить. И в этом первом бою мне пришлось выполнить роль и военнослужащего рядового. они бежали по рыкам и так далее, на нас стали наступать, стали отстреливаться, и я видел, как одного из душманов полетел в кепку и так далее, убил. Рядом лежали начальник штаба батальона, и мне говорят, ну что, замполит, уже не замполит, а комиссар. Захожу в комнату, где распал, где тут анестезиолог, я вот здесь зашел, Толя стоит, Толя, привет, о-о-о, я говорю, я тебя менять приехал. Толя схватил сумку, начал запихивать вещи, не ожидаясь ничего никуда, но как же, в союз летит. А я не успел распаковаться, тоже пока там переодеться, буквально зашли какие-то хирурги, кто такой, я говорю, да вот, все. И он говорит, там раненых привезли, пошли. И я сразу в операционную, мне не дали подумать, зачем я приехал. И я встал сразу же в операционную, у меня не было этого перехода, что там раскачки, какое-то прочее. Ну, я потом точно так же поступал с теми анестезиологами, которые приезжали. У тебя есть диплом? Есть. Окончил? Окончил курсы по анестезиологии, специализацию получил? Получил. Анестезиолог, вон стол, вперед, работай. Я попал в засаду, ввел колонну после смены на опорных пунктах, и нас обстреляли душманы. Час-полтора прошли бой, тогда подбили три грузовых машины, один танк. Вот в БТР, где я ехал, как раз, по касательной прошла граната. Когда ты старше ведешь колонну, очень важно управление взять на себя. И я тогда дал команду увеличить скорость, вправо-влево отстреляться. Мы вышли за обратный скат и высот, и все затихло. Остановились, посмотрели, погибших нет, раненых тоже нет. Ну, танк там подбили, башню застопорило. У кого вещь в мешке висели, с имуществом там позбивали и так далее. Ну, я позвонил сразу в полк, в авиацию. Они пришли, нас поддержали в этом плане. А вот позже наступает понятие, что ты мог и не вернуться оттуда. Когда все это случилось, как такового страха не было, что тебя вдруг не стало. А потом вдруг перед глазами, у меня уже двое детей было на тот период, дети-сироты. Вот откуда это в голову пришло. Обычно в штабе 40-й армии знали, то есть там нельзя было наносить ни бомбо-штурмовые удары, ни проводить войсковую операцию. Но однажды произошла ошибка, когда я находился в банде, и банк-главарь мне говорит, что скоро, видимо, на нас нападут, потому что было слышно, как эскадрилья вертолетов и сушек подлетает к месту нашего расположения. И вот тогда он меня и другим бандитам затащил в пещеру. Остальные там, 17, остались наверху, и наши там все превратили в кишмиш, как мы говорим. Летчик Соколов. Он попал к нам, они были на задании. А там так, если сушки вылетают бомбить, то их должны сопровождать вертолеты. Но учитывая разницу в скоростях, вертолеты подходят раньше, и в этот момент подлетают сушки, начинают бомбить. Но получилось так, что сушки прилетели раньше, вертолеты не успели дойти до этот самый. И они отбомбились, а на выходе из пике его сбили. Его когда привезли, он в резентовых носилках, они так лежат, он лежит на животе. И он лежит, пришел в себя, но они обычно так, когда доктора видят, тогда уже сознание теряют. Тут еще он на грани, он говорит, у меня в руке граната. А он катапультировался, духи пошли. И в это время подлетели вертушки. Ну, вертушки, он потерял сознание, там отстреливался, потерял сознание. Но его ранили в воздухе. И вот он отстреливался, там вертушки сели, загрузили в вертолет и привезли. Ну, и посмотрели, а что делать? Лежит, кровью стекает, погибает, а рука так под ним. Я говорю, так, все ушли, окно откройте, подтяните к носилке ближе к окну, откройте окно. И я так по руке к нему туда так, раз, опа, рука голая, нету ничего. А гранату как они, что духи подойдут, что взорвают. Я его так с этих носилок на пол, по крови так, как по воде. И тишина. Я рядом, шлеп с ним рядом и лежу. Тишина. Потом встали уже спокойно. Ну, прошло там 4 секунды, ничего, значит, нормально. Посмотрели. А потом, когда вертолетчики пришли, говорят, да, была у него в руке граната. Но мы его когда взяли, эту гранату, его в вертолет, а он, не помнит, без сознания был. Я же имелся в Афганистане. Молодой еще офицер. И всегда вспоминалось, у нас там войны нету, что все такого возраста молодые ребята на танцы ходят, гуляют. Там, ну, хотя я женат был, мне на втором году моего пребывания разрешили, чтобы я привез жену в Кабул. Жену они устроили на работу в посольство. А я якобы уезжал в командировки туда, так сказать, на Пакистан, Иран и так далее. Для нее было такое алиби. Моей жене не было известно до 2008 года, чем я там занимался. Она сказала мне, что, ну, в общем, я знала, что такое шпион, а она, ну, что ты шпион. Я никогда не могла подумать, что ты был шпионом. Отношения были такие вот с местным населением. Нас понимали люди. Кроме боевых действий была обычная текущая жизнь. И мы с афганцами в этом плане ладили. Советские войска помогали и в образовании, и в здравоохранении. И наши ребята подвозили грузы в отдаленные районы, что они могли. И за 10 лет мы много сделали даже с учетом гибели, в том числе и местного населения от боевых действий. И численность населения Афганистана, вот по 89-й год включительно, начиная с 80-го, она постепенно росла. Что удивительно, оно, когда мы там были, чувствовалось, что мы не у себя дома. Хотя и те же афганцы, те же афганцы, они, когда выходили советские войска, они просто даже некоторые там серьезно даже плакали, что как же шурави уходят, шурави это советские уходят, и как с ними. Вот второй этап, когда после нас были друзья наши заокеанские, с ними афганцы, они не так относились. А вот с шурави, с советскими, они так долго общались, и там и были встречи, и прочее. Когда договаривались, что как будем воевать, и что будем делать. Да, вот был у нас один такой товарищ у него из внутренних органов, была целая одна почка. Это не то, что там фарш какой-то, но где-то зацепило, у него попали две пули из автомата калибра 5.45. У него стояло 18 дренажей. От ключиц и до таза 18 дренажей. Ну, потом мы их потихонечку все убирали, эти дренажи, и он от нас ушел на своих ногах. Мне один раз, я был на дежурстве, так мне подсыпали наркотик, там на фар, так называемый, слуга. Хотели проверить меня и посмотреть, как я буду реагировать, так сказать, после наркотика. И подсыпали мне в чай. Попил, а потом смотрю, все начало плыть перед глазами. Я не мог понять, что случилось, думал, со зрением что-то. Был второй случай, более страшный случай, когда поступил к нам тяжелое ранение, ампутация, высокая ампутация бедра, очень, там почти экзортикуляция была. Вот, и он лежит и плачет. Мы говорим, ну что ты плачешь, жизнь-то сохранил, ничего. А он говорит, да не о ноге я плачу. А оказывается, вот психология какая. Мы говорим, я плачу от того, что попался на этой мини, на ловушке. В общем-то, для меня это было в определенной степени неожиданно. Почему? Потому что я прибыл в июне 81-го года, и до июня 83-го я должен был находиться там. Вдруг в конце мая мне звонят, Петрович, съезди в аэропорт, вот в Шиндан. Там тебе замена приехала. Я поехал, встретил там. Но здесь 1 мая, и граница была закрыта. И я вернулся домой только 8-го мая, накануне 9-го мая в 83-м году. Рассказал ему что, как, передал дела, должность, обстановку разъяснил, познакомил с людьми и так далее. Надо было возвращаться. Меня пригласили в кадровый аппарат, опять в кадрах там Кабуле, который находился. И спросили, что я собираюсь дальше делать. Ну, понятно, что я говорю, возвращаться домой. А мы тебе еще на учебу намерены отправить. А потом поедешь в Пагестан в резидентуру. Ну, то есть, и я говорю, нет, я буду возвращаться на родину, в Беларусь. Служу и служу, замены нет и нет. 26-й месяц идет, 26 месяцев уже. К старшему ординатору пришла замена, моему старшему, а ко мне нет. Я говорю, ну, как-то непонятно, дайте я в Кабул слетаю. Вот, ну, полетел в Кабул, а там же только этими самолетами доехать-то как-то доехать. Не доедешь до первой зеленки, и все, и уже тебя где-то продавать будут. Ну, полетел в Кабул, пришел в штаб, говорю, слушайте, что это самое? И вот мне товарищ вчера пришел, ой, делов-то, давай напишем телефонограмму, что тебе без замены отправить на родину. Ты куда там записывался? Посмотрели. Я говорю, я в Белорусский военный округ записывался, домой хочу. Ну, прислал телефонограмму, я приезжаю назад, говорит, вот тут телефонограмма пришла. Я говорю, да неужели? Ну, и что там пишут, что замены? Я говорю, о-о-о, это хорошо, говорю, мы собрались вместе с старшим ординатором уехали. Откровенно говоря, обрадовался и выпил. Я сам не пью, вот, но мы сели за стол, выпили. Друзья пришли, родственники, потому что все волновались. Вот, маме позвонили, что я вернулся. Потом уже мама приехала ко мне в 84-м году, и мы досматривали ее, она учитель, и инвалид была, и мы ее досматривали 15 лет. Так что после этого у меня еще двое детей появилось, так что жизнь наладилась. Служба продолжалась. Напился. Ну, дело переживало очень сильно, что, ну, как тут дальше сложится моя судьба, будет ли... Вообще-то я думал о перспективе, думал о своих близких, о семье, о... Я первоначально от каждого стука сдрагивал, все время тянулся к кабуре. Мы сели в самолет, Ил-76, хорошая машина, конечно. Вот, что-то интересно, все Боинги взлетают вот так вот вверх, а он вот так взлетает. Сидишь лицо так, это, за пазуху щеки съезжают, а тяга такая, он мощная машина вообще поднимается. Ну, все сидят вдоль бортов такой, десантный самолет, взлетели, потянули, лица вытянулись, он герметичен, хорошо все, и тишина, мертвая тишина. Летим, он гудит, летит. Тут открывается дверь, выходит один из этих экипажа и говорит, мы прошли черту. И тут начинает, ура, все, кто из рысаков, кто спирт, кто водку, кто что, началось. То есть мы на территории СССР. Сели в Ташкенте, первым делом в ресторан, все, и на следующий день уже спокойно долетели уже там, каждый по рейсам, кто куда, билеты, вот так вот. У меня за эти два года, что я там находился, погибло шесть офицеров, два прапорщика, четыре солдата и четыре сержанта. Был командир батальона Виктор Мацулевич, майор, с Вить, Песком, кстати, там и похоронен. Мы сидим, разговариваем. Я приехал снова на опорный пункт, посмотреть, какая обстановка. И в этом плане сидим беседу. Друг раз душманы птицфабрику там атаковали. Ну все, боевая тревога, собрались с оружием в БТР, в БРМП. Мы это самое, танки завели, пошли туда. И вот в этом бою Виктор Мацулевич был тяжело ранен, в Кандагаре в госпитале умер. Вот это было очень тяжело воспринимать. Вот сидел с человеком, разговаривал. А когда приехал, и поужинали, и поговорили, как обстановка с людьми, а на следующий день вот это. И вдруг его нет. Знаете, как тяжело воспринимать потери? Это боль, это рана. Аж сердце щемило, когда их приемник, допустим, приемное отделение привозит, человек 15 раненых. Это генофонд. Это такие здоровые, красивые, молодые люди. И все вот, мало того, что они их покалечило физически, но их и духовно покалечило там очень много этого. Они же участвовали в этом, они делали все это. И поэтому, конечно, ущерб такой, я считаю, что большой был вообще для страны, которая ведет вот эти войны. Это всегда чревато какими-то проблемами потом. И мне всегда было вот, как тогда в душе вот это щемило, что лучшие здесь из лучших оказываются на столе. Ну, как человек военного, я выполнял то, что мне приказали раз. Во-вторых, это мой долг, раз я профессию эту сам выбрал. И нужно было выполнять ту функцию, которая возложена на силовой блок именно военнослужащих. Дороже жизни после этого на земле ничего нет. Ни должности, ни богатства, ни благоустройства, ни другие там вещи. Самое дорогое – это жизнь. И вот надо сделать так, чтобы мы друг друга просто уважали и берегли. Раз пришли на землю, живем, то мы должны понимать, что дороже этого ничего нет. Все остальное – приходящее. Но очень жаль, когда молодые ребята, выполняя свой воинский долг, офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты платят за это жизнью. Ну, я не хочу говорить об эмоциях. Я благодарен судьбе, что она дала такую возможность. Я выполнил свою миссию с достоинством и с честью. И когда там где-то кто-то что-то говорит, зачем туда посылали, я отвечаю, меня посылали для того, чтобы помочь людям, чтобы они избавились от этих террористических всяких угроз и страданий, которые там происходят. У меня особое отношение к войне – это самое низменное, самое грязное и самое страшное, что есть на земле. Я никогда не понимал гражданские войны. Не нашу, которая была в 20-е годы. Я не говорю о страхе, не страшно. Это просто сама сущность природы человеческой, она против всего этого, когда смотришь на все, на это, и не понимаешь цель, причина. Почему так? Ну, так же не должно быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok